Итак, всем привет, с вами ДПМ, и мы продолжаем играть за Россию в Виктория 3. В прошлой серии мы очень неплохо так экономически поднялись, смогли поставить важные законы экономически. Сейчас вот налогообложения поменяем и точно расцветем. Инвестируем мы сейчас все вот эти накопленные деньги, накопленные инвестиции в постройку. Еще больше быстреньем свое, собственно говоря, производство. Затем перейдем к инвестиционным фондам, чтобы у нас было больше капиталистов, и будем продолжать набирать обороты. Пока что у нас дроны славы еще есть, поэтому мы отдыхаем с низкими уровнями военных сооружений, экономим деньги. Затем, я думаю, пойдем либо дальше захватывать Ближний Восток, либо, возможно, Китай. На Запад идти не сильно интересно, а на Восток тоже, я думаю, по крайней мере сейчас, чуть позже там можно будет найти нефть, но сейчас точно не интересно. Так что продолжаем, поехали. И говоря, оцените русскую смекалочку. Покупаем в Китае дешевое зерно и продаем его в Пруссию. Ну, а почему бы и нет? Вот так сейчас выглядит наше строительство, 460. Единственное, что в один момент, когда вот здесь вот закончатся деньги, то я его буду сокращать, но пока что можно не стесняться и прям на полную застраиваться. Ну, и мы не стесняемся, заказываем здесь кучу шелка, кофе, у нас теперь есть новые места рис ради сахара, красители какие-то бойные, пока что они сильно много, они дают ГСМ, который потребляется немножко населением, и мясо. Пускай будет население ГСМ, красители потихоньку, импорты замещаем, рыбу, серу, сталь. В общем-то, все, что только нам нужно, нашей экономике нужно. Теперь нам немножко повезло, и нас следующая технология пропула вот сюда распространяться. Именно это нам нужно, мы поэтому берем ее, и затем пойдем в инвестиционный фонд. Хотя, может быть, наверное, не сразу, потому что, видите, стоимость очень большая, из-за того, что у нас куча не исследований вторых уровней. Так что, возможно, стоит подождать, пока они тоже распространятся, а самим нам исследовать промышленность. Допустим, нам очень пригодились бы стальные вагоны, потому что нам не хватает перевозок. Итак, вот случилось то, о чем я говорил, инвестиционный пул подзакончился. Вышли мы на цифру, которая будет поддерживаться, и можно теперь даже подстроить еще сектора, увеличить еще наши постройки. Вообще неплохо у нас установилось производство, но, кроме того, мы исследовали те, наконец-таки, остальные вагоны. Параллельно, вот тут, видите, я, наверное, не упомянул, исследовали динамит и улучшенные удобрения. У нас химическая промышленность сейчас очень хорошенько так работает, и я думаю, стоит вот сейчас пойти в паровики, возможно, но это не точно, потому что дело-то в том, что они так употребляют, на самом деле населения это пока хватает, да? Нам, в принципе, можно и повышать. Вот, наверное, нам стали больше нужно. С другой стороны можно уже электричество. Я сейчас подумаю, куда нам лучше выйти, да? Что, опять же, населения у нас много. Пока что незанятого населения у нас тоже очень много. Если мы посмотрим, ну, на Германии у меня бы уже все было под нуля. То есть вы помните, да, что на Германии у меня было чуть-чуть пораньше, потому что темп на Германии побольше, очевидно. Но население у меня уже кончалось. И знаете, исходя из этого, я подумал, что нам нужно продолжать просто строить. То есть это население нужно загонять на какие-то заводы, фермы, шахты, чтобы они получали зарплату вместо какого-то своего хозяйства и, соответственно, не были бы таким бедными, повышали свой уровень жизни этим, повышали бы спрос на какие-то товары на рынке и можно было бы достраивать эти товары. Потому что чем богаче население, тем, очевидно, лучше. Все говоря, грамотность уже приближается к 40%, что не может меня не радовать. Так что там, просто продолжаем строить. Возможно, я бы еще хотел буду исследовать дополнительный... А, нет, это надо не исследовать. Это нам нужно запретить детский труд. Промышленники против. Надо будет, кстати говоря, уже, думаю, уже сделать вот так. Да. И профсоюзов у нас в России пока что еще нету. Но уже пора делать вот так. Потому что именно они захотят запретить детский труд, а нам это нужно. Ради продолжения нашего образования. Плюс два уровня. Это уже даст нам базовые 50%. И когда уровень жизни поднимется хотя бы в двусадочке, мы уже там будем кайфовать по образованию. Как говоря, любопытный факт. Австрия с Пруссией пошли воевать за германское лидерство. А Австрия меня не позвала. Ну, ладно. Возможно, потому что у меня интересно. Нет, да нет, есть. В целом, я бы и не захотел пойти, но мне казалось, что типа они тебе должны автоматически взывать. Либо, возможно, это типа Ишка автоматически заходит. Да, потому что она может. А я просто не заметил и не зашел, потому что, ну, потому что не заметил. Но если бы я даже заметил, я бы все равно не зашел. Так что не сильно много упустил. Кстати говоря, получился большой голод. Неприятно. Ну, где-то люди поумирают. Ну, случился он Хоккайдо. У нас здесь, да. Вот оно. Большой голод. Он, в принципе, пройдет. Меня попросили поставить с помощью чрезвычайных обстоятельств. Я поставил. У нас есть свободный авторитет. Не уверен я, что это реально нужно. Может, это не поможет. Но, тем не менее, я поставил. Не знаю, кстати говоря, гражданинская война. А Пруссия неплохо так усилилась, подъяв Австрию. Но экономика она все равно в жизни нас не догонит уже. Китай готов с нами заключит союз, ребята. К сожалению, вряд ли мне реально захочется с ним союз заключать. Они слишком отсталы технологически. А вот захватить их наоборот вполне себе в один момент захочется. У нас, кстати говоря, репутация, наверное, окончилась. Так что мы делаем вот что. Переключаем наши технологии на лучшее. Ждем, пока у нас пройдет переворушение. Да, это займет какое-то время, очевидно. Но, в целом, сколько до этого? Ну-ка. Вот оно. Год это будет занимать. Через водик мы пойдем куда-нибудь атаковать. Возможно, Иран, возможно, Афганистан. Посмотрим. Вот мы и приняли налог на душ население. Прекрасно. Теперь можно продумать о следующих налогах. Взялось бы у меня протекция 1, возможно, ввести, да, в какой-то момент. И нам и больше денег дадут, и защитят нас, собственно говоря, немножко от от вражеских, так сказать, попыток выкупить наши ресурсы. Но по факту, что нам еще нужно? Нам обязательно нужно детский труд запретить, да, но профсоюзы слишком слабы все еще. Нам нужно регулировать органы будет поставить, но профсоюзы пока тоже об этом не думают, забавно. Нам нужно право на собрание ввести. Давайте-ка попробуем вот сюда как-нибудь дотыкнуться. Если сильно будут сопротивляться этому наши люди, то, конечно, придется это не проводить, но если получится, то, конечно, будет приятно, потому что мы, во-первых, избавимся от дебафа и распространения технологий, а у нас все три технологии отстают, поэтому все три распространяются, и мы откроем себе гарантию свободы теоретическую, и вот этот уже, собственно говоря, институт очень-очень силен. И вот Германия начала очередную войну, как Германия-Пруссия, на объединение страны-Германия, и мне кажется, она преуспеет, хотя, конечно... А подожди, там Франция. Ой, ну... Да, тут есть Франция. Так-то, слушайте, ситуация несколько другая. Тут как повезет. Кроме того, очень много фронтов. Пруссия не так хорошо, что и хорошо справляется. И повар скоро вообще проигрывает. Похоже, Пруссия все-таки проиграет. Потеряет Лебек, Ганобер, и повария получит германское лидерство. Вы представляете себе? Еще я подумал, раз у нас все хорошо по деньгам, да, еще у нас какие-то сверхприбыли периодически, можно немножко, во-первых, пустить потребительские налоги на алкоголь, снизить налоги, и, возможно, поднять зарплаты. Потому что, да, можно себе это позволить. Хотя, когда мы будем попадать в какой-то большой минус, конечно, я буду эти, так сказать, реформы откатывать обратно. Кстати говоря, поймали потрошителя, который у нас тут прокал. По-моему, я не говорил, что он прокал, потому что, в принципе, это не какое-то уникальное событие. Оно у всех появляется. И здесь все мне варианты не нравятся, да? Ну, наверное, вот это самый безобидный, потому что профсоюзы пока что, собственно говоря, не имеют реальной власти. Построили мы нахер электростанции, и вот уже у нас появился ивент. Ну, мы, конечно же, возьмем эти технологии, а именно железные дороги, потому что вот эта теха очень важная. Но, поскольку она 4-го сфера, давайте подождем, пока у нас побольше следует цитрить его, чтобы поэкономнее использовать наши исследования. Все-таки у нас очень даже есть лимит на них. Полученную электроэнергию мы пока что используем в лесозаготовках. Давайте, кстати говоря, посмотрим на наш рынок. И он, ну, я бы сказал, в нормальном состоянии. У нас есть только единственная острая нехватка стали и угля. Но более-менее нормально. Понятно, у нас вот эти военные товары сейчас резко нужны, потому что я поставил всех гонцов, поставил себе новую пехоту, но мы покроем эту необходимость в кратчайшие сроки. Так говоря, мы достигли первого места по престижу. Прекрасно. Я так понимаю, на это повлияло и то, что мы сейчас армию обновили. Собственно говоря, флота у нас нету, но очевидно, на это повлияло, что у нас куча ВВП и мы очень много товаров производим больше, чем кто-либо на свете. Прекрасно. И наша промышлась сеет как никогда. Мы подстраиваем везде железные дороги, тут автомобили, боеприпасы теперь мы производим и покрываем наши потребности в стали и угле. А самое главное, мы перевели наши железные дороги на остальные вагоны и вместе с этим почти везде поставили перевозки по рельсу. С новым электричеством мы поставили себе электрическое освещение улиц, и, собственно говоря, когда чуть-чуть еще получится больше перевозок, поставим себе общественные травмы. Видите, это просто огромное количество рабочих нам выдаст еще. И наш ВВП уверенно растет на фоне этого. Собственно говоря. И мы все еще в плюсе, хотя я еще больше снизил налоги, а значит, что мы можем снизить налоги еще дальше. Пускай население богатеет, уровень жизни у нас очень уверенно растет, и мы уже занимаем восьмое место по ВВП на душу населения, а начинали мы где-то там 60+, кажется. Скоро будет первое. Кстати, говорят, наш наследник заинтересован в интеллигентов, и это прекрасно. В отличие от нашего текущего, который заинтересован дворянским собранием, значит, мы можем выкинуть их из правительства, и они больше не будут нам мешать. И интеллигенты, которые толкают реформы, как раз-таки будут иметь очень серьезное влияние, и мы со следующим правителем очень серьезно сможем пробивать кучу реформ. И, кстати, говоря про реформы, игра самодержавия народность почти готова, посмотрим, что там будет, собственно говоря. У нас получится, так сказать, просвещенная монархия, все еще будет абсолютная монархия, но население будет образовано, сыто, богато. Что может быть лучше? И мы успешно принимаем права собрания, прекрасно, я переставил перед принятием правсоюза, чтобы таки на все 6%, и, видимо, это порешало. Теперь у нас чуть-чуть получше будут распространяться технологии, но это, конечно, не предел. И теперь мы можем все поставить гарантию свобод, можно будет обратно выкинуть правсоюза, они нам теперь не нужны в правительстве, поднимется легитимность, хотел бы я, чтобы уже у нас сменился правитель, и тогда мы прям нереально будем качать все реформы, да, но чего пока нету, того нету. Я так подумал, можно продолжить захватывать Персию, в принципе, здесь неплохие ресурсы для нас есть, те, которых у нас обычно не хватает, то есть, как раз таки, опиум, тут лопок, красители, самое важное, где-то шелк, очень нам все это пригодится. Еще, кстати, уже нашли нефть в Азербайджане, что не может меня не радовать. И, я скажу вам, на нас также сейчас влекается Турция. Кстати говоря, можно кого-то убедить от Афганистана, неинтересно. Но мы сейчас видимо, что-то будем требовать от Турции, потому что чего это они так осмелили. А вот народность, ивент, превратилась в идеологию народа. Абсолютная власть. Бесполезно? Ну, допустим, нормально. Да, тоже бесполезно. Практически, да, но я чувствую, что вот это нам нужна ассимиляция. Да, но я ждал, чего-то как-то поинтереснее, честно говоря. Давайте посмотрим вообще, сколько у нас здесь по населению, да. И по религии так просто, наверное, не посмотреть, да. Или вот так, ну-ка. 42, а религия 84, то есть, наверное, надо именно ассимиляцию продвигать, потому что конвертируются они так потихоньку в православие, тем более с нашими, надо помнить религиозными школами. Так что давайте бафнем по себе ассимиляцию. На 19 лет в принципе на самом деле даже нормально. Ну и вот так сочнется этот конфликт, завоюем эту кучу территории Персии, получим мы многое без счастья. Хотя как многое, 44, очень умеренно. Я вообще думал, что у нас получится по без счастья захватить, у нас бы их хватало, но по маневрам не хватает. Ну, ладно, добавили мы зато репарации, их по маневрам хватало. И я думаю, мы сможем без проблем пробиться и там, и там, но посмотрим сейчас, что как будет. Ну, Турцию мы неплохо пробиваем, но он и прокнуло нормально по количеству. А вот здесь прокнуло неудачно, 3 в 5, поэтому, ну, не очень сильно. Хотя по количеству мы вот приближаемся сюда, потому что у нас люди восстанавливаются, у них нет. И мы даже можем победить сейчас. Игра показывает, что у нас маленькие шансы, но они есть, да, и мы победили. Так что нормально. И здесь мы тоже пробиваемся. Отлично. В принципе, война выйдет несложной. Здесь только у нас не будут прокать вот такие вот битвы. Здесь уже по потерям в плюсе. И вот Персия капитулировала, осталась лишь Турция. Я думаю, она тоже задастся достаточно быстро. Тут уже у нее минус желатня войны. И отдаст она нам репарации наши. А вот они сдались и теперь платят нам репарации. Персия все лишь копейки, но Османа 10 тысяч, очень даже приятно. У нас некоторые минус, это потому что у нас еще война идет, война закончится, все станет получше. Кстати, говоря, новая здесь есть помощь. Конечно же мы ее берем и все что можно улучшаем здесь. Я думаю, вообще на это можно было бы серию и подзакончить. Мы тут неплохо территорию новых приобрели, достаточно полезных для нас в будущем. Здесь будут важные красители. Красителей в лейте нам не хватает. Мы уже нашли себе нефть. Что меня радует. Причем 60 ребята это много. Это много, хотя все недостаточно. Конечно же, всегда нефти нужно больше и больше. Мы очень неплохо установили нашу экономику. теперь мы очень уверенно себя чувствуем. Напомню, что эти деньги у нас с уменьшенными налогами и с нормальными зарплатами. Хотя почти всю игру я обычно сижу с маленькими зарплатами и с большими налогами. Мы уже очень плотненько застраиваемся и мы неплохо так по технологии уже догнали мир. Здесь почти все третьего уровня исследовали. Армия я не исследую, она потихоньку сама подгоняется и в принципе до такого умеренного уровня дошла. Мы даже взяли одну, изменили закон, чтобы чуть-чуть постановить распространение, что полезно. Здесь тоже уже скоро у нас будут фонды. Пока что видите, здесь еще много вторых, как уже не так много, но в принципе хочется уже от них избавиться, чтобы максимально эффективно тратить наши исследования, потому что нас их все еще мало. У нас грамотность подросла солидно очень, уже почти 50%, но мы все еще из-за этого ограничены. Мы уже до 73 месяца кстати говоря от грамотности, вот PvP на душу населения четвертая, но я чувствую, что до первого нам уже недалеко, и к концу следующей партии мы уже достигнем этого показателя. А ребят, с вами был Дубгай, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, ставьте лайки, комментарии, все как обычно, до скорых встреч, пока.